Всем привет, меня зовут Иван. В прошлом видео мы, в общем-то, сделали все, что касается части Windows для нашего сервера. Сегодня займемся загрузчиком SUSLinux. На самом деле, я уже сделал за вас большинство работы, ну, точнее сказать, всю работу, и создал, в общем-то, два файлика в архиве, который... ссылка на который есть в описании, который вы просто можете подпихнуть в вашу папку Netboot, и уже все будет готово. Вот такой вот я молодец. Просто копируем PXLinux.cfg и PXLinux.0 в папку Netboot, и все. Больше от вас ничего не требуется. Все настройки, которые касаются меню, делаются в файле Default. Его можете открыть notepad, и я немножечко вам расскажу, что здесь вообще происходит в этом файле. насчет строчек, которые я, в общем, знаю. Эта строчка отвечает за вывод, какое меню, в общем, будет грузиться, графическое или текстовое. Здесь стоит текстовое меню, потому что, ну, как бы оно легче. Да и графон там особо не нужен, но те, кто могут, те, кто хотят, в общем-то, как-то кастомизировать все это дело. Вы можете вместо этого файла меню C32 поставить веса меню C32. Это будет графическое меню. Оно будет немножечко покрасивее. Ну, в общем-то, там можно сделать уже и обои, и бэкграунды всякие. То есть, там цвет есть. Все там есть. А здесь просто черно-серое меню. Все просто и понятно. Следующая строчка, которую я знаю, что это такое, это шрифт. Шрифты только в PSV-формате поддерживаются. Меню Title. Это Title, который будет сверху в меню, то есть, само окошко на экране во время загрузки и сверху будет написано главное меню. Timeout. Это время, ну, как бы, ожидания до действия по умолчанию, которое будет сделано. Вот действия по умолчанию Default 0.01. 0.01 – это, ну, вот этот вот лейбл. То есть, у каждой опции загрузки, вот они, опции, вот эти строчки, эти строчки, эти строчки, это опции, которые, ну, как бы, вариант загрузки. У каждой из этих опций есть лейбл. И по дефолту стоит лейбл 0.01, то есть, этот вот, он будет загружен автоматически через 10 секунд. Опять же, меню лейбл, это вот эти вот строчки, которые вы видите, в общем, на экране после загрузки сервера. Это вот меню лейбл, то есть, что-то написано. Загрузка с первого жесткого диска, то есть, через 10 секунд будет сделан первый лейбл, то есть, загрузка жесткого диска с первого. Kernel, это, ну, как бы, в этом случае, это параметр того, что будет грузиться. То есть, специальный файл Chan32, который уже вследствие того, как он загрузится, позволит нам загрузиться с первого жесткого диска. Append, параметр, который отправляется этому файлу, то есть, в этом случае, это HD00, то есть, первый жесткий диск. Лейбл 2, это Windows 7 x86, то есть, 2-битная система. Лейбл 3, это Windows 7 x64, 64-битная система. В качестве параметров Kernel стоят загрузчики, которые мы создавали чуть ранее, в предыдущих видосах. Вот они, то есть, PXEBUT 0, и второй файл PXEBUT 0 от соответствующих Windows. Это вот, это вот Абракадабра, это, ну, в общем-то, как бы сказать, настройки самого меню, то есть, цвет, ширина, рамки, ну, в общем-то, все, что касается кастомизации графической части, то есть, части, как это будет все выглядеть, все это настраивается здесь. На самом деле, этих настроек, они, ну, я не знаю, даже для меня они сложные, я не знаю, не нашел я хорошего мануала по тому, что за что отвечает. Если вы знаете какой-нибудь хороший мануал по этой вот части SUS Linux, то скиньте, пожалуйста, ссылочку, я не знаю, мне в ВК или в описании напишите, я прикреплю к описанию к видео. Это будет, в общем-то, очень хорошо, потому что мне самому интересно, ну, как бы, кастомизировать все это дело, чтобы оно выглядело покрасивше. Потом я подпихну, в общем-то, вес на меню 32, и сделаем бэкграунд красивый, все красиво сделаем, если я разберусь с этим делом. Вот с этим вот. Еще одна важная часть это кодировка этого файла. Обязательно OEM 866. Если будет другая кодировка, то вы должны поменять ее в... вот тут где-то. вот кириллица. OEM 866 должны поставить только эту кодировку. Если будет другая кодировка, то вместо русских букв везде, где будут русские буквы, будет абракадабра, то есть иероглиф. Так, на этом, собственно говоря, все. Увидимся в следующем видео. В следующем видео настроим TF2D сервер и, в общем-то, уже стартанем наш сервак. Посмотрим, как выглядит сама установка. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставьте комментарии. Увидимся в следующем видео. Всем пока!